МОСКВА У каждого центра своя специализация. 3D-моделирование, робототехника, архитектурный дизайн, биомеханика. Во всех лабораториях детей учат работать на современном оборудовании. По прогнозам ученых, через несколько десятилетий такие машины смогут заменить целый завод. Уже сейчас эти станции позволяют реализовать полный цикл создания нового изобретения от идеи к готовому образцу. Здесь есть практически все, что необходимо для быстрого прототипирования. Это станки лазерной резки, это 3D-принтеры, которые позволяют создавать достаточно быстро детали из твердого пластика. Здесь есть фрезерные станки. Мы открылись 11 сентября и через стены центра прошло 500 детей. Центры молодежного инновационного творчества бесплатно посещают не только студенты профильных вузов, но и простые школьники. По лаборатории нейроботикс младшеклассникам предлагают познакомиться с живым роботом и даже попробовать самостоятельно собрать простой механизм. Хочу, когда я в следующий раз сюда приду, сделать своего робота. Я хочу сюда приходить, потому что у меня есть возможность стать изобретателем. Если я буду сюда приходить и познавать много механизмов, может быть, у меня это получится. Мне тут очень сильно все понравилось, поэтому хочется еще сюда прийти. От массовой работы к серьезным проектам. Те, кого увиденное по-настоящему зацепило, возвращаются сюда, чтобы начать работу над собственным изобретением. При поддержке специалистов центра подростки воплощают самые разные идеи, от фантастических до вполне реальных. Проект исследования грозовых разрядов, он позволяет сканировать атмосферу на какие-то излучения, например, от гроз. Это, собственно, первичная цель нашего проекта. Я собираюсь сделать робота, который будет сортировать мусор на этапе до гидросепарации, то есть габаритный мусор. Производственные мощности центров доступны и начинающим предпринимателям, работающим в сфере высоких технологий. Они также могут работать над своими проектами и совершенствовать их. В этих центрах, в отличие от каких-то общеобразовательных учреждений, дети могут попробовать, пощупать материалы и учиться поработать даже на оборудовании завтрашнего дня. То, из чего будут делать базу на Луне астронавты, я не знаю, через 20 лет, это сегодня уже можно пощупать в этом центре. Найти школу для ребенка с музыкальными или художественными способностями несложно. Их в столице несколько сотен. С кружками для детей с техническим складом ума дела обстоят куда сложнее. А ведь именно эта область сейчас как никогда нуждается в притоке свежих сил. Одним из главных инициаторов этой меры поддержки выступил Министерство экономического развития. А драйвером в таком процессе явился Иван Михайлович Бортник, который возглавляет Ассоциацию инновационных регионов. И он предложил идею создания таких центров по всей стране. До конца года в Москве будут работать до 16 таких центров. В ближайших планах открыть лабораторию в каждом районе столицы. В настоящее время правительство Москвы проводит отбор компаний, планирующих получение субсидий на открытие центров в 2014 году. Создание сети центров молодежного инновационного творчества станет первым шагом на пути к тому, чтобы в России появились новые Циолковский и Королев, Попов и Зворыкин. Редактор субтитров А.Семкин